Всем привет, с вами Смоки Мо, вы смотрите ТОСТЕР. 2020 год. Ну, коронавирус, конечно. У меня вышел альбом. В общем, в этом году мы выступали не перед зрителями, так сказать, а перед машинами, в которых сидели зрители. Первый раз такое было. Пандемия, коронавирус, ограничения. В общем, этот год запомнится. Этот год запомнится. Ну, не совсем так прям уж позитивно, а как-то странно. Год крысы, одним словом. Я выберу Хаски сразу. Потому что Хаски в своем альбоме сделал, так скажем, больше, чем хип-хоп, рэп. Донес какого-то смысла больше. И там были, конечно, строчки шокирующие, а для меня это весомо и ценно. Хаски чем-то удивил. Просто из года в год надоедает вот этот вот рэп, бессмысленный, эгоистичный о себе. Ну, это, конечно, классика, но надоедает. Хаски в этом плане удивил. Он смог донести что-то больше до слушателя. Его позиция, в принципе, понятна. Но очень интересно он доносит свои мысли. Конечно, поп смог. Я отмечу. Я на него обратил еще внимание, когда он только начал свой путь к вершине, так скажем. Вот, приехал в Питер, показал его пацанам. Говорю, смотрите, какой чел вообще, что творит. Ну вот. И потом, когда его застрелили, мне сразу позвонили, говорят, бля, что за тенденция? Всех кого-то нам показываешь, потом что-то с ними происходит. Жаль. Я думаю, что поп смог, если бы его не застрелили, то он бы смог еще больше влияние оказать с Нью-Йорк-дриллом вообще на жанр, потому что вот он прям его хорошо протолкнул. Лимбо и Андро, Иксо, конечно, но это... Так прогремел трек, что ой-ой-ой, я выберу этот трек. Мне нравится, классный трек. Ну, думаю, что трек года. Лимбо и Андро. Все напевали, все на вечеринках под него зажигали. Сто процентов трек года. Давай Роза в ремиксе Иманбека. Потому что я считаю, что это вообще что-то невероятное произошло. И Иманбек, надеюсь, что он Грэмми получит. Я с ним списывался. Простой чувак. Рад, что сейчас парень из деревни может претендовать на Грэмми. Это вообще уникальный случай. Надеюсь, дальше такого будет все больше и больше. Ну и ремикс очень хитовый получился. Прям очень. Рокет, Рокет. Рокет молодец. Мне понравилась его позиция в музыке, в рэпе. Именно Рокету я отдаю за позицию. У него крутая музыка, но зная некоторые моменты, я респектую Рокету за его позицию. Он трушный пацан. Ну, опять же, наверное, это будет поп-смог. И я, конечно, на сто процентов был уверен и сейчас выскажу это мнение, что если бы не роковая пуля, он бы был королем Нью-Йорка номером один вообще. Ну, то есть человек, который мог вернуть прям Нью-Йорк, хотя есть осопроки, но поп-смог это было совсем что-то свежее и клевое. А так, дрил, я считаю, пойдет на спад без поп-смог. Да у меня как-то больше разочарований было, чем открытий. Не знаю. События. Ну да, события – это предложение Spotify для Джо Рогана, для его подкастов. Не знаю, как это свершилось или нет, но должно было вроде. Блин, ну... Вообще весь 20-й год, считаю, какой-то провал. Какой-то он провальный, на самом деле. А, ну вот... To the Lake, знаете, смотрели российский сериал. Про вирус, который в Москве начался кипиш все, а не вот там семья. Едет в Карелию, спасаются. Не выкидывал. В этом году деньги не выкидывал. Пфу, этот год меня научил тому, что на самом деле... Ну вот, например, деньги – это не самое главное в жизни. Хотя это очень важная вещь, но не самое главное. Что люди, которых ты считаешь близкими и друзьями, могут оказаться не теми, кем ты их воспринимал. У людей маски. Вот. То есть, как бы, доверяй, но все равно всегда, как бы, нужно помнить, что люди разные бывают. Вот. Ну, как бы, хотелось бы, чтобы все-таки вирус закончился, люди стали добрые, и, в общем, зелень расцвела. И мы все обнялись, как хиппи, пели песни под гитару на улице. А милиционер дядя Степа всем дарил мороженое. Будет такое когда-нибудь, блядь, или нет? Пиздец, я сколько уже лет живу. Планы 21? Никаких планов? Нахуй планы. Вы тоже не стройте. Они все равно. 99% ваших планов. Живите сегодняшним днем. Ребята, любите друг друга. Не ебите мозг. Себе и друг другу. Ага. Ну, поздравления. Желаю счастья, здоровья, всем благополучия. Знаете, нарезка есть, где с разных свадеб. Счастья, здоровья. Счастья вам здоровья. Счастья вам здоровья. Счастья здоровья. Ну, просто не хочется такого. Ну, просто скажу, не бейте мозг, не дрочите себе мозг, окружающим. Это, ну, поспокойнее как-то, попозитивнее. Давайте 2021 год будем, ну, отдыхать на расслабоне. Все. Всех люблю. Спасибо за субтитры Алексею Губерсу. Продолжение следует...